Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. Вы попали сюда не просто так, а благодаря при... При... Притяжению Таверина с вами, как всегда, Игорь. И дайте угадать, вы попали на этот ролик, потому что вам нравятся настоящие суровые мужики, которые скрывают свои эмоции как самые лучшие мачо. Аура таинственности вокруг таких мужчин просто зачаровывает вас. А таких мужчин обычно зовут... Лан. Лан Мандрагоран. И вы, конечно же, готовы на все, что угодно. Даже на просмотр этого ролика, чтобы узнать тайну, историю того места, с которого приходят такие мужчины, настоящие покорители сердец с косой. Ну что ж, вы попали по адресу, потому что именно в этом ролике мы с вами разберем историю и некоторые традиции мощнейшего государства в мире колеса. Времени Малкир. Поехали! Итак, давным-давным-давно, в тридевятом царстве, почти в тридесятом государстве, после того, как тролоковые войны разрушили пол мира и уничтожили одно из главных бастионов сил света королевства по имени Аремельне, из его руин возникло несколько королевств. Одним из этих королевств был Рамдашар, возможно, знакомый вам тем, что когда-то посылал свои войска на сражение лжедраконом Гвайром Амаласаном. Спустя почти тысячу лет после основания Рамдашара его захватит Артур Ястребиное Крыло и разделит на три провинции Малкир, Шайнар и Арафел. Примечательно то, что кольцо, символизирующее правление, передавалось из Амарелия в Рамдашар и далее в Малкир. После смерти Аяка Шевар Джамели, губернатор Малкир, провозгласил независимость Малкира и создал пакт с другими порубежниками, каждый из которых тоже провозгласил суверенитет своей провинции и обязался прийти на помощь к другому в случае угрозы Тени либо угрозы захвата с севера. Благодаря этому ходу пограничные земли избежали большей части хавы. Хаоса, захватившего мир после смерти Аяка. Итак, после провозглашения независимости Малкир просуществал почти тысячу лет и служил главным бастионом защиты всего мира от сил Тени. И когда внешняя угроза не срабатывает, нужно начинать действовать изнутри. В 953 году новые эпохи у правящих короля Аллакира и королевы Эль-Лианы Мандрагоран рождается наследник Лан Мандрагоран. К сожалению, брат Аллакира, Лайн, был не так уж и разборчив в женщинах и женился на девушке по имени Брияна, которая, не совсем осознавая того, что является ходячим стереотипом, жутко завидовала королевской чете и мечтала, чтобы ее сын по имени Изам стал наследником престола вместо Лана. Изам тогда был такой маленький, хорошенький, такой с чвачками, такой прям вообще милаха, и совсем было непонятно, что в конечном итоге это вырастет психопат с шизофренией, раздвоением личности и проблемами со сном. Ну и, конечно, главная причина погибели великих героев – это глупые женщины, чему Лайн и Брияна не исключение, так как вторая на слабо послала мужа и 500 копейщиков штурмом брать Шайлгул. Король Аллакир не согласился присоединиться к брату. Тайные исторические документы утверждают, что Аллакир не был дебилом. Вот и секретные документы подъехали. К сожалению, мы не знаем точно, что произошло с этим отрядом, но я думаю, можно вполне информированно предположить, что его судьба была ничем не лучше отряда Фарамира, которая атаковалась Гелиан. И как вы думаете, кто был виноват в смерти мужа для Брияны? Она? Тем самым, что послала его на слабо штурмовать здешнего Саурона? Конечно же нет. Виноват Аллакир, который не решился совершить какой-то ритуальный осипоку на склонах Шайлгул. Обида и зависть Брияны стала как, ну, сами знаете, что для мух. Для благороднейшего из лордов Малкир Ковина Гемалана, который помимо лордства подрабатывал иногда другом Темного. Гемалан присоединяется к плану убить наследника Аллакира Лана и свергнуть Мандрагоранов с трона. Он отзывает большую часть войск с бастионов Малкир, чем тут же пользуются троллоки, которые быстро прорывают защиту и оттесняют потерявших мотивацию после смерти Лайна Малкир к сердцу королевства. Тем временем переворот, который запланировали Брияна и Ковин, проваливается. И Брияна вместе с Замом куда-то пропадают, их считают мертвыми. А Ковина ловит Джейн далеко ходивший и возвращает на суд короля в семи башнях. Аллакир в очередной раз показывает, какой он красавчик, потому что вместо того, чтобы казнить этого мудака, который его предал, он вызывает его на поединок и убивает того. Говорят, что после того, как Аллакир убил Ковина, он разрыдался. Некоторые говорят, что это из-за того, что пришлось убить старого друга. Некоторые говорят, что это из-за того, что он уже осознал, что Малкир пришел конец. Он бы на самом деле еще больше разрыдался, если бы узнал, что в будущем его сынишка Лан будет мутить с сестрой Ковина Эдейн. Санта-Барбара какая-то, честное слово. Аллакир провозглашает Лана следующим королем Малкир и отсылает того в Шайнар с телохранителями, дабы сохранить род Мандрагаран. Аллакир и Эль-Лиана собирают всю армию в Малкир и нападают на орды троллоков, но проигрывают у Гератова Перекрестка. Троллоки уничтожают столицу Семь Башен и запустение поглощает Малкир. Лишь у лестницы Джеха-Ан силы порубежников останавливают и отбрасывают орду троллоков, но спасти Малкир у них уже не получилось. Ну а теперь давайте поговорим немного о традициях этого народа. Женщин и мужчин Малкир очень легко узнать в толпе. Женщин вы узнаете по так называемой кисань, точки, которые они ставят вот здесь на лбу. Эти точки символизируют то, что их сыновья будут биться с тенью всю жизнь и они ну как бы окей с этим, мама разрешила. Белая точка означает, что женщина Малкир вдова, синяя, что она не замужняя и красная, что она уже замужем. Мужчины же носят так называемую хадари, повязку вокруг лба, которая стягивает их волосы назад. Если мужчина Малкир погибает в бою, то принято взять его хадари и отправиться в бой вместе с ней, чтобы потом вернуть ее в конечном итоге уже умершему для правильного ритуального погребения. Один из наиболее интересных обычаев Малкир это выбор первого любовника-любовницы. Точнее выбор здесь только с женской стороны. Мужчину не выбирает никогда. Дело в том, что Малкир считали, что прежде чем молодой Малкирец или Малкирка выйдет замуж или женится, ему нужно пообщаться с более опытным любовником либо любовницей. В таких сценариях выбор всегда за более прекрасной половиной. То есть, если молодая девушка выбирает себе более опытного мужчину, он называется Корнейра. И если женщина более опытная выбирает себе молодого парня, то она становится его Корнейрой. К сожалению, у нас нету какой-то информации о женском опыте с этой стороны. Мы знаем, что мальчики Малкири, в принципе, вначале отращивают волосы практически до пояса. И лишь когда у них появляется Корнейра после первых парочки ночей, она нанимает несколько женщин-парикмахеров и те отстригают волосы у мальчика, после чего он должен взять эти волосы и сидя у нее в ногах, сплести для нее так называемый Даори. Даори давала определенную власть Корнейре над своим любовником и избавлялась она от этой власти только лишь когда тот выходил замуж и она во время церемонии, во время свадьбы передавала Даори невесте. Кстати, такие отношения никогда не длились более двух лет, ну, год-два приблизительно. И что самое интересное, они не опциональны. То есть это обязаловка. Малкир, ребят, ну вы че, с такими законами вам на флаг не золотого журавля надо, а американский пирог. Ну, тебе весело? Веселюсь до упада, мэм. Ну, это я шучу, конечно. История Малкир для меня лично одна из наиболее интересных. Она такая маскулинная, тестостеронная, полная мужественности, хотя чем-то немножко напоминает историю Супермена. Интересно, кстати, кто кого? Улан или Калел? Ладно, это все уже материал для другого ролика. Если же этот ролик вам понравился, то вы знаете, что делать. Лайк, подписка, комментарий. Если хотите поддержать канал, рублем, то ссылочка на Патреон внизу. И я же вас, как всегда, всех очень люблю, целую, и да осияет вас свет.